Доброе утро, уважаемые садоводы! Сегодня мы с вами будем перепрививать грушку. Грушке уже 4 года, она плодоносит, но все-таки я решила на это деревце добавить еще один мой любимый сорт. Нижние две скелетные ветви мы оставляем дальше расти. Верхнюю скелетную ветвь мы спилили на пенечек и приготовили подбой для прививки. Прививать мы будем способом запору. Для этого нам нужно отделить кору от стволика нашего подбоя. Вот такая заготовочка, пустышка, я ее называю. Вставляем мы эту пустышку на границе между корой и древесиной и аккуратненько начинаем пробивать где-то на 2-3 сантиметра. Я смотрю, что кора лопается. У груши очень хрусткая кора, быстро лопается. Но для прививки это не страшно. С обратной стороны тоже самое. Вставляем и начинаем пробивать. Садя эту пустышечку тоже на 2-3 сантиметра. Так, кора раскололась из этой и с той стороны. Но это для прививки не страшно. Берем привойный черенок. Я ее выбрала со старой груши. Приросты однолетние очень маленькие. Но будем исходить из того, что есть. Так, находим 3 хорошо вызревшие почки. Вот у нас их 4. Верхний срез делаю над почкой. Нижний срез делаем, отступив от почки, где-то 2-3 сантиметра. Ну сколько позволяет сам черенок. Так, берем нож. Вот место нижней почки. Она должна у нас смотреть на внешнюю сторону нашего деревца. Значит, мы ее оставляем. С обратной стороны мы гоняем нож в кору, в древесину. Разворачиваем и начинаем срезать череночек на нет. Вот мы его срезали. Подправили, чтобы было ровнее. Я хочу сделать здесь больший уступчик. Такой вот уступчик. С обратной стороны, так как у нас кора треснула, нам нужно снять только кору, оставив амбиальный слой. Очень нежненько, очень аккуратненько. Но немножко все-таки полосочку коры оставим. Для лучшего срастания. Края мы еще деликатней заточим. Вот так вот. Вот череночек прививочный готов. Берем эти же ножницы. Вставляем. Так, я смотрю, что все-таки подвой толстоват. Ладно, попробуем так. Нет, все-таки хочу его еще больше срезать, чтобы он был потоньше. Чтобы не так сильно раздвигал кору. Так. Так будет лучше. Так, берем. Вставляем там, где мы отделили кору от подвоя. И можно даже надавливаем, надавливанием вдвинуть наш подвойный. Видите, он кора... Не хотелось здесь бить сверху, потому что очень рядом почечка. Но все равно черенок сидит довольно плотно. Солнышко хорошее выглянуло. Сразу давайте его замажем. Ниже посадила. Замажем его, чтобы там лишний воздух не заходил. Вот тут вот, где кора разошлась, тоже мы смазываем это все. И вверх привоя замазываем садовым варом. Так. И череночек у нас готов. Он довольно плотно сидит. Так. Сейчас будем прививать с обратной стороны второй череночек. Вот у нас привой. Он тоже очень маленький. И здесь хороших почек очень мало. Значит, вот самая лучшая верхняя почка. Мы его срезаем. Остается одна почечка, вторая, третья. Ну и попробуем как-то из этого привойного черенка сделать хороший череночек. Так. Опять же таки, нижняя почка должна смотреть наружу. Значит, мы будем срез делать с обратной от почки стороны. Углубляем плечико такое делаем. Выводим нож на нет. И срезаем череночек. Он срезается в несколько этапов. Можно, конечно, за один сделать. Так. У нас тут кора тоже немножко разошлась. Поэтому мы срезаем. По бокам. Только кору. Вставляя комбиальный слой. И посрединке оставляя кусочек коры для лучшего срастания. Конец. Заточим на нет. Все аккуратненько. Подстружим. Ну что, простовато. Мы будем пробовать все-таки садить его. Опять же таки, вставляем у нас, в наш, почка не даст забивать, наш разрез. И методом вдавливания садим череночек на пенечек. Тут кора немножко слезла с привоя. Как бы отслоилась. Мы ее удаляем. Она нам уже будет не нужна. Но вместе с тем череночек плотно сидит. Хорошо зашел за кору. Не двигается. Мы его замазываем садовым варом. Замазываем со всех сторон. Потом замажем весь этот спил. Смотрим, чтобы не было там воздуха. Начинается уже хорошее сухоотделение. Садовый вар ложится плохо. Но все-таки мы его положим. Замазываем вверх привоя срез. Среди вар оставляют, чтобы не было лучше. Хорошо. Замазываем все место спила. Смотрим, чтобы воздух нигде не попадал. Сейчас мы его придавим. Так вот вокруг черенка. Чтобы точно было видно, что воздух туда не попадет. Ну все. Сейчас мы это место прививки обмотаем изолентой. И на этом наша прививочка грушек закончена. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Не бойтесь перепрививать. Не бойтесь ошибок. Они бывают у всех. Особенно у начинающих. Но все равно постепенная работа над этими прививками даст вам положительные результаты. С вами была Антонина Михайловна. Смотрите дальше мои полезные видео. Всего доброго.